Присаживайтесь Если так сказал Бог, что дающий нищему не обеднеет, что это значит? Это значит, что сам Бог будет контролировать, чтобы у тебя не понизили зарплату, чтобы ты не лишился работы, чтобы у тебя не остановился бизнес, что Он будет защищать тебя от врагов, которые будут атаковать тебя, ну и так далее. Окей. Ну дальше говорится, а кто закрывает глаза свои от него, то есть от нищего, на том много проклятий. Оказывается, что человек, который живет в своем мире, и он закрывает свои глаза от беды другого человека, на нем много проклятий. О, я никогда так не думал. Я думал, проклятия могут быть, если я что-то сделал. Нет, проклятия могут быть, если ты ничего не сделал. Вот в чем секрет, друзья. Вы знаете, я хотел бы вам сказать такую вещь, что на сегодняшний день мы делаем очень много работы для нашего Господа. Самое, вот я бы, ну так сказал, знаете, кратко. Помогаем, к примеру, детским домам, детям с ДЦП, деткам, которые вообще, вот знаете, вот есть детки, которые лежат, у них неподвижные абсолютно. Они даже кушать не могут, они через трубочки питания, вы поняли, да, через трубочки им подается. И мы платим за это. Мы оплачиваем это все, чтобы эти детки, чтобы они жили, чтобы они вообще могли что-то получить. Мы оплачиваем и питание. И как я был в Днепре, и последняя встреча была с партнерами, ко мне подходит одна женщина, которая связана каким-то образом с детским домом, который конкретно мы помогаем. Там, получается, до 90 деток с ДЦП. Все детки инвалиды. И она говорит, говорит, вы знаете, что все говорят? Ну, вообще для меня это было услышать так приятно. Ну, знаете, она говорит, вы знаете, что все говорят? Говорят, что до того, как вы приехали, там была одна жизнь. А после того, как вы приехали, там стала другая жизнь. Что дети даже харчами перебирать стали. Она говорит, детям мороженое даже покупают, а мы все остальное. Я вам скажу, когда я был там, с чего все началось, мы помогали, операции делали, все остальное, да, там разные проекты делали ежемесячные. Но я не мог уехать с детского дома. Вот просто не мог, знаете, вот просто не мог, и все. Поговорил уже с директором обо всем. Хорошая очень женщина, очень такая приятная, ну, посвященная своему делу. Детей любит. Очень сильно. Ее детский дом, это как ее, можно сказать, семья. Но я не могу уехать. Вот у вас такое в жизни бывало, когда Бог вас не отпускает. И ты не знаешь, что ты тут делаешь. Хожу, и ей, как говорится, надо уже куда-то идти, там дела решать. А я не могу идти. Час не могу идти, два не могу идти. И я говорю, ну, давайте пойдем туда, ну, давайте сюда. И вот так вот хожу по этому детскому дому. А потом у них полудник. И я смотрю, полстакана, полстакана компота. И такая печенюшка такая дешевая. И ребенок, представьте, инвалид. Он кушает так жадно. И я на это посмотрел, и я понял, чего я ждал. Я говорю, а что это такое вообще? Что случилось? Почему он ест эту печенинку, и чего полстакана? И она мне прям показала все. Говорит, смотри, вот бюджет. В начале года выделили вот такую-то сумму. Доллар вырос, а выделили в гривне. 36 гривен на ребенка получается. Говорит, мы, говорит, и так даже вот эту печенюшку, и вот это, это мы так достали, говорит. Это в бюджет не входит. Я помню, я приехал, мы с Викторией решили помогать этому детскому дому. Именно питание. И мы сначала чисто свои финансы выделяли, и мы выделяли долгое время, по 75 тысяч каждый месяц, чтобы детям было что кушать. И потом мы подключили партнерскую программу. И я вам скажу, что это, знаете, вот то, что сегодня делаете вы, партнеры. Вы конкретно кормите этих детей с ДЦП. Вы конкретно кормите стариков, которые, женщин, пожилых, бабушек, мам наших. И, знаете, вот здесь такое местописание. Я вам его хочу зачитать. Очень интересно. Тоже 28 глава. 24 стих. Кто обкрадывает отца своего и мать свою, и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Кто обкрадывает отца своего и мать свою, и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. А мне, знаете, Бог открыл этот стих таким образом, что моя мать и мой отец – это не обязательно те люди, которые меня зачали. Моя мама, она уже на небе. Папа, он еще живой. В церкви все хорошо. Но послушайте, мои родители – это те люди, которые сегодня, возможно, им 70-80 лет. То есть это определенное поколение. Это поколение, которое является нашими родителями. И когда мы отрекаемся от них, Писание говорит, мы как сообщники грабителям. Знаете, вот, если ты хочешь быть успешным в жизни, ты должен смотреть на вещи не так, как все. Все люди примерно мыслят одинаково. Из-за этого у них у всех одинаковые проблемы. Я прав или нет? Ты должен научиться смотреть, как Бог смотрит на эту ситуацию. Как Бог смотрит даже на ситуацию с пожилыми людьми. Как Он смотрит на это? А, так подожди. Оказывается, когда я не участвую в их жизни, я, можно сказать, их обкрадываю, потому что я обязан участвовать там. Бог так смотрит, Бог так видит. Ты скажешь, я никому ничего не должен. Забудь эти слова. Должен. Ты должен. Ты должен заботиться о пожилых людях. Те, кто говорят, я не должен, я никому ничего не должен. Послушай, когда ты будешь пожилым, тогда ты поймешь, что ты сделал большую ошибку. Я видел пожилых людей. Знаешь, они проживали жизнь. Вот один мужчина, который всю свою жизнь, он не думал ни о ком. И так получилось, просто я знаю его историю. Он всю жизнь, он просто гулял, он унижал свою жену, он унижал своих родителей, он унижал всех вокруг, особенно родителей. А потом, уже когда вот столкнулся я с ним, он уже был старым человеком, и все вокруг него повернулось так плохо, что он заболел. Он был такой, знаете, крутой, дерзкий, а тут он заболел. Представляете, заболел. И он не был таким прям старым. Нет, нет. Но он заболел. И он заболел так, что он не контролировал ничего. Он сидел и прямо на кровати в туалет ходил. И он сидел во всем этом. И он не мог ничего с этим сделать. Это был его образ жизни каждый день. И практически некому было даже ему помочь. Некому было даже взять там, убрать там, положить его или еще что-то. Потому что все люди, которые его знали, он их так гнобил всю жизнь, что задолго до этого он их потерял уже. И он умер, находясь в фекалиях во всех вещах. Матрас весь, вот этот весь, мокрый от мочи, извините, пожалуйста. И он лежал там. И он ничего не мог сделать. И даже умереть не мог. Понимаете, в чем дело? Он мучился долго, годы, а потом только умер. А я знаю, что когда ты думаешь о пожилых людях, когда ты проповедуешь Евангелие, дорогие телезрители, не просто, как сегодня проповедники бывают, говорят там, говорят, говорят, а ты спросишь, что ты делаешь вообще? Кроме того, что ты говоришь. Я говорю прямо, любому посмотрю в глаза. Я не только говорю, я делаю. Я беру и делаю. Я иду туда, где беда, где горе. Бог свидетель моим словам. Когда ко мне просто приходит информация, что у кого-то проблемы, у кого-то операция, у кого-то нужда. Послушайте, я никогда не торговался с кровью и плотью. Никогда. Ни я, ни Виктория. За это даже речи никогда не было. И дело не в том, есть у нас деньги или нет. Потому что сегодня кто-то смотрит на нас и говорит, у вас есть деньги. Родные мои, да мы с такой нищеты вылезли, с такой норы, где мало кто был. И когда мы там были, мы все равно жертвовали. Когда мы там были, мы все равно делали то же самое, что делаем сейчас. Мы не начали жертвовать, когда деньги появились. Мы начали жертвовать тогда, когда у нас их не было. Поэтому Бог и стал их давать, потому что Он видел, что мы их не присвоим себе, что мы их не украдем, что мы их себе в карман не засунем, что мы эти деньги не зажмем, что эти деньги мы будем всегда отдавать. И в этом наше счастье. В этом. Есть люди, которые деньги складывают. Складывают. И в этом их счастье. Ну, как говорится, флагом в руки. Знаете что? А мое счастье в том, чтобы никогда деньги не лежали. Как тот человек, который закопал талант, помните, да, в земле. Помните эту историю или нет? Написано, что господин сказал ему, за то, что ты его закопал, он не сказал просто, ты ничего не получишь. Написано, выбросьте его во тьму внешнюю, где плачет, скрежет зубов. Нельзя этого делать, потому что сегодня, когда люди вокруг страдают, когда люди нуждаются в живом Евангелии Иисуса Христа, мы должны что-то делать. И, вы знаете, старики, а онкологические центры, многие из вас, вы даже не знаете, что это за проблема. Вы даже не знаете, насколько страшно людям. вы даже не знаете, что люди переживают. А вы пойдите в больнице, вы пойдите и посмотрите, когда человека везут на операцию, гляньте на него, когда людям диагнозы ставят. Когда ты здоровый, когда ты, знаешь, когда у тебя все нормально, знаешь, как говорят, сытый, голодного не поймет. Дорогие телезрители, послушайте, это поговорка очень часто срабатывает. Сытый, голодного не поймет. Только когда ты сам попадаешь, и ты видишь этих людей, ты видишь людей, которые страдают. И не только от онкологии, вообще от болезней, которые страдают, которые мучаются. Церковь, это ответ для них. Церковь, это ответ для них. И сегодня мы, дорогие партнеры, очень многим помогаем. Мы много делаем. Но самое главное, знаете, что мы делаем? Хотите, скажу вам? Самое важное, дорогие телезрители, послушайте. Самое важное, что мы делаем, мы через телевидение даем проявиться Святому Духу. Аплодисменты. 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 И люди сегодня уже, друзья, тысячами исцеляются у экранов телевизоров. И то, что я говорил, что через телеканал будут исцеления. Вы помните, я говорил это? Сейчас это, чтобы вы знали, уже массово. Уже сейчас это массово. Но то, что мне показано, что это будет просто тотально массово. Аплодисменты. Потому что помазание Святого Духа, оно не ограничено ни временем, ни пространством. Дух Святой, он стоит, представьте, над временем и над пространством. И когда ты молишься, это то, что мне открыл Дух Святой. Когда ты молишься, и Дух Святой дает тебе слово знания, то помазание, сила, оно проявляться, может, на другом конце света и проявляться множество раз, каждый раз, когда эта передача будет прокручиваться. Евангелие Иисуса Христа, оно проповедуется. А можно вывести на экран, пожалуйста, то, что... Да, вот, вот эту вещь. Я хочу вам кое-что сейчас объяснить. Посмотрите сюда. Я хочу всем объяснить, всем телезрителям, всем, кто смотрит сейчас нас в этом зале. Прошу вас, пожалуйста, будьте внимательны. Вот церкви, посмотрите, к примеру, церковь, здесь написано Днепр, да? Израиль, Санкт-Петербург, Харьков, Кишинев, Киров, Киев, Ереван, Бишкек, Рига, Тула, Вильнюс, в общем, у нас их сотни. Окей. Вы это увидели или нет? Теперь посмотрите, в середине написано слово «миссия». Я вам сейчас хочу кое-что показать. Когда человек, смотрите, существует два вида пожертвований, о которых говорит Библия. И мне хочется сказать каждому критику или еще кому-то, в нашей церкви мы никогда не допустили никакого сетевого маркетинга, никогда не допустили никаких бизнесов или еще чего-либо подобного. В нашей церкви существует то, что написано в Библии. Десятина и приношения, то есть партнерские. Все на это скажут «Аминь». И мы никогда не переступили этого. Никогда. И, послушайте, у меня были даже проблемы из-за того, что люди пытались внедрить в сетевой маркетинг. Но я им не давал. И они поднимали против меня целую волну. Многие этого не знают. Целые конфликты были. Но я всегда говорил, церковь использовать нельзя. Церковь принадлежит Иисусу Христу. И вот смотрите, десятина должна всегда идти в поместную церковь. И все десятины, что это такое? Церковь, запомните, Киевская, Днепровская, в Кирове, в Санкт-Петербурге, в Риге, любая церковь существует за десятины прихожан. Другого источника там не должно быть. То есть десятины и пожертвования, которые делаются на собрании. Всем это понятно. Понятно или нет? Послушайте, если люди хотят процветать, вот ты хочешь процветать, и сейчас будет молитва о процветании, ты должен знать, существуют условия. И это условие заключается в том, что ты должен быть чистым перед Богом и перед людьми. ты не должен быть человеком, который является или вором, или человеком, который, к примеру, обманывает людей, или человеком, который крадет десятину у Бога. Почему? Потому что, сколько бы за тебя ни молились, Дух Святой, друзья, Он же видит все, и Он помазанием Своим может тебя помазать только тогда, когда ты чист. Все на это амин скажут? Амин. Если Он видит, что ты вор, если Он видит, что ты обманщик, как же Дух Святой помажет тебя помазанием процветания? Друзья, даже если ты процветаешь сейчас, послушай, мой друг, и ты являешься нечестным человеком, твое процветание временно. Пройдет время, и ты увидишь, что оно закончится. Придут люди, враги, обстоятельства, бесы, и отнимут у тебя все. И так и говорится, что люди, которые так поступают неправильно, они соберут имущество для благотворителя бедных. Теперь смотрите. Вам интересно то, что я говорю? Что такое партнерские? Партнерские – это деньги. Вот миссия. Смотрите. Миссия – это как раз то, что делает всю работу. Это центральный офис. Это конкретно в этой миссии нахожусь я. Я не нахожусь в какой-то церкви. Даже в Киевской я не нахожусь. Я нахожусь в миссии. И миссия занимается чем? Посмотрите. Открытие церквей, помощь онкоцентрам, операции детям с ДЦП, ежемесячная помощь пожилым, крусейды, телевидение, открытие новых телеканалов, Евангелие в интернете. И мы просто могли много дальше писать, но не стали. Но все это делает кто? Скажи громко. Миссия. И вот смотрите. Миссия существует исключительно на деньги партнеров. На партнерские. То есть на приношения. получается, человек, который не является партнером, он никакого отношения к примеру, к помощи онкоцентрам не имеет. К телеканалу никакого отношения не имеет. К детям с ДЦП никакого отношения не имеет. Я хочу, чтобы вы сейчас это поняли. Вот я стою перед вами. И есть мое служение. Мое служение. Как апостола. Это миссия. И мое служение есть люди, которые поддерживают. Вот для того, чтобы провести, к примеру, крусейд или телекрусейд. Кто его оплачивает? Скажите. Партнеры. Получается, если человек не партнер, я вам говорю, немножко открыто. Можно с вами говорить? Откровенно. Можно или нет? Скажите. Если ты не партнер, у нас с тобой ничего общего нет. Потому что всю работу, которую мы делаем, ты к ней никакого отношения не имеешь. Десятина, она идет в твою церковь. Я к этому отношения не имею. Никакого. Моя задача открывать церкви. Но я их открываю не для себя. Вы меня слышите или нет? Телеканал, который трудится, он же работает не просто для наших церквей. Он работает для всех людей. И прежде всего для неверующих людей. Аминь. И смотрят его люди с других церквей. Так или нет? Или не так? Как вы думаете? С других церквей его смотрят люди. Знаете, из каких церквей? В которых на нас говорят плохо. И они ниже смотрят его? Потому что я, бывает, не могу понять, почему вы плохо о нас говорите, а откуда вы знаете, о чем я проповедовал? А ты в этой проповеди сказал, пишу одному, если я не нравлюсь тебе, зачем ты вообще слушаешь мои проповеди? Слушай проповеди своего пастора. Нетушки. Ему интересно мои слушать. Так вот, послушайте, все, что мы делаем, получается, это великая Божья работа. И люди, которые сегодня не являются партнерами, друзья, они не имеют отношения ко всем вот этим стрелочкам. Вы увидели или нет? Никакого. Бывает человек, даже здесь в зале или по телевидению нашей дочерней церкви, там интернет домашней группы, просто люди, которые смотрят сейчас, и знаете, они думают, ну я же в возрождении, значит мы в возрождении вот это все делаем. Нет, это неправда. Есть определенная группа людей, которые это все делают. Эта группа людей, это партнеры. Они это оплачивают. И этих партнеров, Писание говорит, их Бог благословит. Почему? Потому что они делают работу самую главную со всего. Знаете, какая? Это проявление Святого Духа. Благодаря партнерам сегодня через телеканал исцеляются люди от неизлечимых болезней. Давайте Богу за это воздадим славу. Наш телеканал смотрят миллионы людей. Смотрят люди, которые не знают Бога, а они смотрят. Я многих людей встречаю с политикой, чиновников, и они все до одного, все до одного говорят. Мы смотрим. Мы смотрим ваш телеканал. С шоу-бизнеса люди. Говорят, мы смотрим телеканал. Встречаемся даже первый раз. Наконец-то вживую увижу. Я говорю, а что вы смотрите? Конечно смотрю. Я говорю, так а у нас там концерты? Я все знаю, все смотрю, за всем слежу. Наш телеканал, друзья, он очень топовый. И вот теперь послушайте, я обращаюсь к вам, чтобы вы услышали это и поняли. Всему свое время под солнцем, говорит Соломон. Время сеять и время жать. И теперь послушайте, мы с Викторией, мы осознали одну вещь, я ее пережил какое-то время назад, это было чуть больше, чем полгода назад. Когда я пришел к Виктории, я сказал, Виточка, я чувствую, что помазание которое на мне точно такое же помазание, идентичное, такой же силы, оно на тебе. Правда так было? И это очень серьезный момент, знаете, когда ты говоришь такие вещи, я говорю, я знаю, потому что я молился, я это понял, я пришел, я ей это сказал. и буквально после этого начали происходить невероятные вещи, невероятные, очень множество, множество свидетельств, которые через Викторию произошли исцеления от очень серьезных болезней. И сейчас уже, если я проводил вот столько крусейдов, то она вот столько, да, к примеру, а свидетельств у нее намного бывает больше. И причина, знаете, какая? Потому что Бог что-то планирует. И мы с ней запланировали делать крусейды по всей Украине, по всей Европе. И куда нас будет вести Бог? Трудиться. Мы сказали, мы просто будем работать по 3-4 крусейда проводить в неделю. Это большой труд, друзья. После крусейда человеку нужно хотя бы неделю отдыхать бывает, отходить. Но мы решили, приняли это решение, значит будет благодать Божья, потому что мы спортсмены, правильно? Все. Эмен, эмен. И послушайте, когда я начал думать за крусейды, можно с вами поделиться этим или нет? Когда я начал думать о крусейдах, я начал понимать. Вот к примеру, мы проводим телекрусейд. Что такое телекрусейд? Телекрусейд это как будто бы мы даем Богу войти в каждый дом. Но чтобы люди узнали о телекрусейде, нужно что сделать? Скажите, рекламу нужно сделать. Вы меня слышите? Оповестить людей, потому что они в это время будут смотреть прогноз погоды или смотреть новости или какой-то сериал, но у них дома будет больной ребенок, которому сделали может тоже уже пять операций. И они бы за счастье для них попасть и узнать и включить этот телеканал возрождения и получить исцеление. Так я говорю или нет? Но дьявол хочет скрыть от них это. Скрыть, чтобы они не знали, что существует этот телекрусейд, чтобы они не услышали о нем. Он хочет утаить от них эту информацию. Вы слышите, что я говорю вам? Здравые трезвые вещи, простые и ясные. Дорогие телезрители, послушайте. И поэтому человек, он даже не понимает, насколько важно сегодня взять и оповестить людей. Но чтобы оповестить людей, нам нужны для этого деньги. Чтобы нам приехать в какой-то город и провести там крусейд, друзья, нужны деньги. Для чего? Потому что, чтобы поставить хотя бы 50 бигбордов, которые вообще ничего не значат, надо ставить хоть 100, как минимум, чтобы какой-то эффект был, чтобы люди увидели это. Скажите, сколько это денег? Знаете сколько? Это миллионы гривен. на один крусейд. На один крусейд несколько миллионов. Это минимум. Кто-то услышал меня сейчас или нет? И я стал думать об этом, друзья, как же мы будем проводить сотни крусейдов, как же мы будем проводить телекрусейды. И знаете, что мне открыл Бог? Я стал думать, господи, может какой-то бизнесмен нам даст деньги, пойду к бизнесменам говорить. Это была первая моя мысль. И я не стесняясь, тут бизнесмены сидят, я прямо говорю, как есть. Мне прямо Господь сказал, не вздумай туда идти. Я ему прямо говорю, я говорю, почему? Потому что я хочу, чтобы каждый человек, который приходит ко мне, каждый человек в церкви, он горел в огне Святого Духа и был партнером. Вы поймите одну вещь, я сам занимаюсь бизнесом, и у нас целый отдел, и это огромный отдел, 500 человек работают, только в IT-технологиях, бизнес в Америке потихоньку развивается, не буду все рассказывать, в общем, смысл в чем, но дело не в этом, можно прийти к бизнесменам, и я всегда на бизнесменах, можно сказать, бизнесмены оплачивали все программы, но Бог мне показал, нет, самое главное, даже не деньги, а состояние, внутреннее, духовное состояние людей, которые находятся в церкви, все на это аминь скажут, потому что если человек, он любит Бога, то он будет партнером, потому что если человек любит кого-то, если он любит вообще человека, ну представьте себе, ты любишь человека, вот я люблю Викторию, что мне может быть для нее жалко, разве может быть что-то жалко, да вообще ничего, даже жизни не жалко будет, ее жизнь дороже моей в тысячи раз, это что делать? Любовь для вашего ребенка вам может быть жалко, можете взять и съесть сами кусочек торта, когда ваш ребенок хочет, нет, вы отдадите ребенку, я вам скажу, любовь, настоящая любовь, она и является вот этой духовной зрелостью, если мы любим Бога, то нам никогда не будет тяжело и трудно быть партнерами, наоборот, каждый раз, когда ты делаешь что-то для своего ребенка, когда ты делаешь что-то для своего любимого человека, когда ты что-то делаешь для кого-либо, когда я что-то делаю для Виктории, я счастливый, я счастливый, я счастливый, больше, чем она, точно так с Почему мы становимся партнерами? Потому что мы для Него это делаем. Его имя прославляем. Мы во имя Его это делаем. И неудивительно потом, что благословения Божьи изливаются на нашу жизнь. И мне хочется сказать сегодня. Друзья, послушайте. Я вижу, что бывает даже пастора попадают в проблему. Вот представьте пастора. Это распространенная вещь. Не то, что один пастор, два пастора, три пастора. Вот распространенная вещь. Пастор делает в своей церкви партнерские, которые... Одни партнерские, типа, это туда, в миссию, типа. А он делает партнерские, как для себя. Я говорю, вообще это грех. Потому что на самом деле церковь существует на десятины пожертвования. Все на это Амин скажут. Я партнерские не мог собирать. У меня уже было больше ста церквей, я не мог партнерские собирать. У меня уже было большое служение. И только когда был телеканал, мне тогда только Бог разрешил и сказал вообще, что я должен это делать. Это вообще очень, знаете, такие тонкие вещи. Будешь в деньгах тонким человеком, послушным Богу, слушай внимательно, и все телезрители, будете Богу послушны в финансах, увидите процветание не от Мазолей, а от Него. И когда даже мы кормили бабушек, когда мы делали для бомжей что-то, знаете что? Мы всегда делали это. Здесь свидетели, команда. Мы делали это за свои деньги. Мы даже с церкви не могли взять. Мы торговали капустой, картошкой, помидорами. Мы ехали на оптовый рынок ночью с Бессоновой Наташей. Представьте меня и Наташу. Еще там несколько человек с команды. Мы приезжали на оптовый рынок в Днепре. Ночь. Выбираем картошку. Мы такие спецы были. Знаете, знали, какую надо взять помидорчики, какие огурчики. Все набирали. Забивали машину. Машина была Феррари. Феррари называлась Жигули Двойка. Но зато красная. Ну, не красная, оранжевая. Забивали багажник полностью, и мы ехали. Утром мы выходили на рынок, и наши люди с командой, которые сейчас проповедуют. Я не буду говорить, кто. Ладно. Они сейчас проповедуют, а тогда они стояли не за кафедрой, а за прилавком. И они продавали. Продавали капусточку, картошечку. И мы на эти деньги, что выручали, мы варили еду. У нас был такой снятый офис. И везли каждый день, два с половиной года, не пропустив ни одного дня. И кормили около ста человек бомжей. А потом брали вот эту всю еду, что осталось там, каша. Ну, там первое, второе, там все было. Приезжали на офис. И представьте, мы в таком голоде были. Команда голодала, конкретно, все голодали. Все это ели. Но сначала перед этим сильно молились, чтобы не заразиться чем-то. Я так прямо рассказываю. Каждый день у них была молитва. Господи, сохрани нас, все микробы сдохнут. И не попадут к нам в организм. Ну, потому что там надо было быть, чтобы сейчас понять, о чем я говорю. Но, я к чему говорю? Друзья, поверьте, дающий нищему не обеднеет. И сейчас пришло время, когда мне хочется, во-первых, каждому из вас сказать, и каждому телезрителю, кто неравнодушен. Если вы смотрите сейчас то, что я говорю, и вы думаете, что я какой-то человек, как бывает в интернете пишут, или еще где-то, который там типа себе какое-то состояние делает. Я говорю, слушайте, этот мой разум весь, оставьте его. Если вы так думаете, просто я не хочу даже, чтобы вы дальше меня слушали. Я вам скажу одну вещь. Пришло время, когда мы можем что-то изменить в своей жизни. Став партнером, ты меняешь прежде всего свою жизнь. Как выходила сестра, я говорила, я просто приняла это, что я партнер. И кровотечение остановилось. И знаете, много свидетельств сегодня есть. А почему? Потому что для Бога это ценно, когда ты партнер. Потому что ты должен быть чист в двух вещах. Все меня, пожалуйста, послушайте. И об этом говорит Библия. Ты должен быть чист в десятине. Потому что твоя церковь, она существует, живет на эту десятину. И второе, ты должен быть партнером. Для того, чтобы быть частью служения, вот этого служения, Мессии. И мы откроем еще десятки тысяч церквей. Но с тобой мы связаны через партнерство. Аминь. И я верю, что помазание Святого Духа, оно пребывает на партнерах. Давайте сейчас мы встанем. Если вы услышали своим сердцем, и вы не являетесь партнером, но вы услышали своим сердцем, вы поняли, и вы хотите быть в служении, вы хотите быть частью помощи энкоцентром, открытии телеканалов, помогать детям с ДЦП, вы хотите этого. Значит, пришло ваше время. И сейчас то, что вы скажете в своем сердце, сыграет роль даже в этой молитве. Я сейчас буду молиться. И поверьте мне, я человек веры. Я буду молиться, и я верю, что помазание Божье сейчас опустится на определенных людей. И, возможно, то, что ты скажешь в сердце, именно это и сыграет роль. Меня все услышали? Точно так у экрана телевизора. Мы должны быть частью великого Божьего дела. Амин. Мы должны провести сто крусейдов. Кто их оплатит? Бог сделает так, что оплатят их обычные люди, такие, как ты и я. И он возьмет пять хлебов и две рыбки и умножит это. Все на это аминь скажут. Ты готов к молитве? Если ты не был партнером, я тебе просто говорю, поговори об этом с Богом прямо сейчас. Дух Святой, я прошу тебя прямо сейчас. коснись. 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 От вас желает. Что Он от вас ожидает? Чего Он хочет? Спросите сейчас Духа Святого. Дух Святой, я молю тебя, дай твой ответ. Дай твой ответ и проговори. Дай твое слово. Всем присутствующим в этом зале, я молю тебя, дай твое слово, дай твое послание. Ты, Господь, сам скажи, Дух Святой, что ты ожидаешь, чего ты желаешь. Спрашивайте прямо сейчас у Духа Святого, потому что Он в этом зале. И каждый, кто спрашивает, обязательно получит ответ. Дух Святой, коснись. коснись, 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 коснись. И также у кранов телевизоров, коснись. Дух Святой, если кто-то допускает какие-то плохие мысли, я прошу тебя, пусть прямо сейчас Он обратится к тебе по Твоей милости, и ты открой ему, ты покажи ему. Пусть сегодня источником информации для нас никогда не будут какие-то люди, какие-то вещи в этом мире, источник информации, который настоящий, это ты. Поэтому я прошу тебя, коснись, коснись, коснись. Я чувствую, что сейчас Дух Святой проговаривает. Проговаривает некоторым людям. Есть конкретные люди, которым Он сейчас говорит. И Он сейчас дает Слово. Именно к вам, Он говорит, что именно у вас, в вашей жизни партнерство произведет взрыв, произведет перемены. Именно оно станет причиной благословения в вашей семье. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Дух Святой, когда мы партнеры, мы сеем в то, чтобы проходили эти крусейды, чтобы проходили эти телекрусейды. Мы сеем в исцеление людей. Мы сеем в разрушение всякого проклятия. Господи, по милости Твоей я молю Тебя. Пусть эти семена, которые мы сеем, как партнеры, пусть они взрастут в жизни нашей. И пусть они взрастут в жизни наших детей. В жизни нашего семейного древа. Господи, пусть придет эта жатва. И всякая беда будет отведена от нашего дома. Потому что мы сеем. Сеем в исцеление. Мы сеем в разрушение дел дьявола. Мы сеем в помощь людям. Поэтому пусть ангелы Твои, они защитят дом каждого из нас. И никакая беда не сможет одолеть наш дом. Подними свои руки и скажи это Богу. Никакая беда не сможет одолеть мой дом. Не сможет одолеть мой дом. Никакие демоны не смогут взять вверх. Победа будет принадлежать мне во имя Иисуса Христа. О, Дух Святой, мы хотим сеять в Твое проявление. Поэтому мы желаем, чтобы Твое проявление, оно потом было в нашей жизни. Оно потом было сильным в нашей жизни. С этого момента проявление в исцелении. Проявление в разрушении проклятия. Проявление в благословении на здоровье. Проявление в благословении в личной жизни. Проявление в финансовом процветании. Во имя Иисуса. Вот Дух Святой, во имя Иисуса. Друзья, помазание здесь. И я прямо ощущаю, это особенное помазание. Сейчас есть люди, которые приняли решение быть партнерами. И на вас прямо опускается это помазание. Вы это чувствуете. Кто-то из вас плачет, стоит. Кто-то конкретно переживает мощное прикосновение Святого Духа. Дух Святой, я прошу тебя, коснись. 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 Драгоценный Святой Дух. И пусть это помазание. Я чувствую, друзья, я должен молиться не только за помазание процветания, но и за помазание на здоровье, на крепость. И на личную жизнь. Во имя Иисуса, Дух Святой. Пусть твое помазание опустится. Если сейчас ты стоишь в этом зале или смотришь у экрана телевизора, и ты знаешь, что ты был неправ перед Богом, возможно, ты кого-то из людей обманывал, возможно, ты десятину, может, просто удерживал ее. Может, партнером ты вообще не был. Послушайте, сейчас прямо время, когда вы можете перед Богом, прямо сейчас, когда Дух Святой в этом зале получить прощение. Попросите прощения у Бога. Скажите Ему об этом. Скажите Ему об этом. Скажи, Господи, назови конкретные вещи. Скажи, я каюсь в этом. Я не хочу больше этого в моей жизни. С этой секунды я буду чист в финансах. Ты должен знать, что это время особенное. Нельзя ни в коем случае дать место дьяволу. У тебя начинается новая жизнь. Поэтому те люди, которые согрешали в финансах, которые допускали корысть в свое сердце, прямо сейчас ваше время, когда вы можете покаяться перед Богом и получить прощение. Прямо сейчас. Я знаю, что есть люди, которые удерживали десятину, конкретно крали ее. Есть люди, которые поступали неправильно, со своими близкими людьми, относительно финансов. Прямо сейчас покаяние. Покаяние. Я чувствую, друзья, через буквально несколько секунд я буду молиться о помазании. Но сейчас, перед тем, как о помазании молиться, должна быть у кого-то выстроена это основание. И это основание, это покаяние, это обет Богу, что никогда больше я не допущу этого. Я буду уверен и стабилен и в десятине, и в партнерстве. Верен и стабилен любой ценой. Дьявол хочет разрушить твою веру в финансовое процветание через твои грехи в этой сфере. Но сегодня пришел конец дьяволу, потому что кровь Иисуса Христа очищает тебя. Каждого, кто сейчас стоит перед лицом Божьим и приносит это покаяние, и дает обет Богу быть чистым в финансах, Каждого Бог сейчас очищает кровью Сына Своего Иисуса Христа. Некоторым людям прямо проговаривает Господь сейчас. Дух Святой говорит. Дух Святой, я молю Тебя, Твое помазание. Пусть прямо сейчас двинется по этому залу. Господь, 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 Гос Тач! Касись! Тач! Касись! Тач! Помазание, процветание! Касись! О мой Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Сила Божья, пусть пребудет на ней, Дух Святой! Я молю тебя! Помазание, процветание! Поднимите! Дух Святой, я молю тебя сейчас! Твое помазание, пусть опустится прямо на ее мышление! Во имя Иисуса! Помазание! Помазание! О, во имя Иисуса! Вот Дух Святой! Друзья, такое помазание невероятное сейчас пришло! Видимо, в этом зале есть люди, которые сейчас прямо делают что-то правильное перед Богом! Возможно, вы согрешали, а теперь Бог видит, видит ваше сердце, что оно теперь чистое! Я чувствую мощнейшее помазание! Сила Божья! Твое помазание! Твое помазание! Твое помазание! Твое помазание! О, мой Бог! О, мой Бог! О мой Бог, о мой Бог О мой Бог Друг Святой Пач! О мой Бог, о мой Бог Я прошу тебя на его мышление Помазание, помазание, помазание 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 Никаких без меня запрещают таким безом прикасаться к его разуму Помазание на его разуме Друг Святой Друг Святой Я чувствую Богом Помолиться сейчас за Юлика Дайте Святой Друг Святой Друг Святой Друг Святой Друг Святой Реальная личность И он сейчас в этом зале И он подходит к вам И он буквально читает каждую вашу мысль Он даже может не смотреть на то, что вы говорите Он смотрит на то, что вы думаете Я чувствую Я чувствую сильнейшее помазание сейчас О О Друг Святой О О мой Бог Невероятно просто Невероятно просто Невероятно просто Друзья Друзья Если сейчас в этом зале А также у экрана телевизора Люди, которые были Ворами Преступниками Может крали Божью десятину Может быть обманывали людей Если они становятся сейчас праведниками Представьте, что происходит сейчас в духовном мире Сейчас в духовном мире И все меняется Потому что начинается новая жизнь Я чувствую сильное помазание Потому что, видимо, что-то Невероятно Приятное для Духа Святого происходит Дух Святой, я прошу тебя Ну коснись Твое помазание Твое помазание, Боже Твое помазание, Господи На его Можмение Твое помазание Твое помазание, Дух Святой Прямо сейчас Пусть войдет Во имя Иисуса О, мой Бог Во имя Иисуса Бух Святой Теперь я молю тебя Производи в нем И хотение И действие По своему благовольнию Начни, Господь Свою работу Начни вести его Те люди, которые не были партнерами Но сейчас Вы приняли решение Быть партнерами Быть частью И быть одной командой Со мною Одной командой Которой мы будем делать Все эти великие вещи для Бога Я молюсь именно за вас Прямо сейчас во имя Иисуса Переживите силу Божью Дух Святой Кас-нис-тач! Кас-нис-тач! Я молю тебя, Господь, за каждого человека, который сейчас просто принял это слово. И который сейчас, в этот момент, принял это решение быть частью, чтоб с его рук питались старики, старушки, чтоб с его рук получали помощь нуждающейся, чтобы Евангелие распространялось. Кас-нис-тих людей! Кас-нис-тач! Это женщина, молодая женщина, 30 с чем-то лет. И вы не были партнером, но вы сейчас приняли решение быть партнером. И у вас есть проблема, которая не решалась уже долгое время. И прямо сейчас, в этот момент, когда вы приняли решение, вы ощутили помазание. И эта проблема прямо сейчас, она уже решена. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Бог справедливый, Бог милостивый, Помазание, помазание на мышление, помазание на мышление, Помазание на мышление Помазание на мышление Дух Святой, я молю тебя Вложи в подсознание Во имя Иисуса Дух Святой, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Кто-то должен сейчас прямо реально пережить Пережить, что вы сейчас получаете конкретно от Бога Вы должны поверить Богу Вы должны поверить Богу, это очень важно Вера это риск иногда Но вы должны поверить Богу И уйти с точным знанием О Дух Святой О Дух Святой О Дух Святой Коснись 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 Наполни сердце Господи Невероятной любовью к Тебе Жаждой Воспроизводи Похотения и действия по Твоему благоволению Во имя Иисуса Наполни Коснись Во имя Иисуса Слава Твоя Пусть наполнит Слава Твоя Пусть наполнит Дух Во имя Иисуса Во имя Иисуса Дух поражения Дух поражения Я связываю Дух поражения Дух нищеты Я связываю Я связываю Сейчас с именем Иисуса Христа И я приказываю Тебе Дьявол Злой дух поражения Убирайся вон Я повелеваю Атмосфере поражения Которая в подсознании Прямо сейчас Уйти прочь Слава Божья Держите руку У себя на груди Прямо сейчас Принимайте это Слава Божья Пусть наполнит Дух Прямо сейчас Во имя Иисуса Пусть сокрушен будет Сатана Все что было в прошлом Прямо сейчас Оно теряет Всякую силу И прямо сейчас Дорогие друзья Дух Святой Делает что-то особенное Внутри На подсознательном уровне Это уровень Духа Духовной жизни Это уровень четвертого измерения Прямо сейчас Как будто бы Он достает Он достает сейчас Вот эту атмосферу Этот стержень Как будто бы Это стержень какой-то Который Источал эту атмосферу Атмосферу поражения Неудач Отсутствие успеха И сейчас прямо Как будто зажигается свет Я вижу это в духе Зажигается свет В твоем подсознании В твоем духе Зажигается слава Божья Слава Божья Ты успешен Ты успешен Ты успешен Ты успешен Ты успешен Ты успешен Ты победитель Ты процветающий Это для тебя естественно Потому что твой дух наполнен славой О мой Бог Аллилуйя Твой дух наполнен славой Твой дух наполнен славой Твой дух наполнен славой Сейчас О друзья Дух Святой сейчас что-то делает Я не ожидал этого Именно на подсознательном уровне На уровне духа Вау Сейчас он забирает эту атмосферу Атмосферу этой тьмы Атмосферу этой боли Несостоятельности И он прямо сейчас Наполняет ваш дух своей славой Своей славой Помазание процветания Сейчас приходит Друзья Помазание процветания Сейчас приходит На уровне духа На уровне подсознания Сейчас для тебя Естественно процветать Точно так как дышать То что для тебя Раньше было Недоступным Сейчас Бог делает это Для тебя Естественным Он делает это Для тебя нормой Стандартом Процветание И не задавай вопрос Как это будет Потому что Бог Сделает это так Как никто из нас Не смог бы придумать Но он это уже сделал Уже в этом зале Множество людей Которые это пережили Сейчас И будет множество Свидетельств Процветания После этой молитвы Перемены жизни Перемены внутри Перемены в обстоятельствах Раньше ваша атмосфера Атмосфера тьмы Притягивала плохие обстоятельства Высвобождала плохие обстоятельства Но сейчас Атмосфера славы Божьей Будет притягивать Все самое лучшее Лучшие возможности Лучших людей Все самое лучшее Притягивается в твою жизнь Во имя Иисуса Гоу Начинает кричать В дух и на языках Гоу Оу Святой Кричи на языках сейчас Слава Божья Слава Божья Слава Божья О мой Бог Слава Божья Наполняет твой дух О мой Бог Халлилуйя 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 Новая жизнь Все что было недоступным Все что было невозможным Становится естественным Халлилуйя Дорогие друзья Бесы потеряли свою силу сейчас О мой Бог Я пророчествую сейчас Я говорю это из духа Бесы потеряли свою силу Бесы потеряли контроль Славой Божьей наполнено твое сердце И уже абсолютно другие обстоятельства Ждут тебя в ближайший год Слава Божья будет сиять Слава Божья будет притягивать Все самое лучшее Слава Божья О мой Бог Явал некоторых людей Просто держал Он поймал их за их грехи Которые они сделали Может в плане там Финансов Десятин Или каких-то вещей И он держал вас Как бы под контролем Через это Но сегодня он потерял Этот контроль Он потерял его Потому что ты новое творение Закричи Я новое творение Я новое творение Закричи это еще Я новое творение Халлилуйя О халлилуйя 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 Мы разрушили этот контроль Сатаны Халлилуйя Халлилуйя Слава Божья Исцеление сейчас Друзья Женщина У которой в груди Онкология Сейчас получила исцеление Только что Да Слышим еще это свидетельство Запомните его Полное исцеление Я повторяю Исцеление в груди У женщины И там Это касается Груди Это целая часть Здесь Полное исцеление Дух Святой Друзья На этом месте Халлилуйя Дух Святой Я молю тебя Я молю тебя Я молю тебя Я знаю Что в следующий год Ты готовишь Что-то великое Спасибо тебе Спасибо тебе И вы знаете Когда Дух Святой Проговаривает Ты всегда чувствуешь Это побуждение Или мысль Или ясное слово Буквально пару дней назад Я почувствовал Я сказал Помню Виктория Я чувствую Что мы должны Поднять Поднять Наши жертвы Для детей С ДЦП На 20 тысяч И Знаешь Когда ты чувствуешь Ты знаешь Что сделав это Ты угождаешь Богу И сделав это Ты Делаешь что-то особенное И для Бога Но так же Это влияет На твою жизнь И сейчас Такой момент Когда Дух Святой Проговаривает И я говорю Дух Святой Коснись Пусть вся наша жизнь Она будет Свидетельством Для других людей Я особенно Молю за тех Кто в долгах Помилуй Господи Выведи Из всех долгов Выведи Из всех кредитов Ты Сказал нам Слово Что если мы Будем перед тобой Святы В этом вопросе То мы Будем давать Взаймы Не брать А давать Поэтому Пусть это слово Исполнится На каждом Из нас Пусть это слово Исполнится На каждом Кто сейчас В долгах В кредитах Пусть Ця его жизнь Изменится Если вы В долгах И кредитах Если у вас Проблемы С финансами И сейчас Я молюсь за вас Принимайте эту молитву Сейчас Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Пусть все изменится Господи Я молю Тебя И как когда-то я Был абсолютно нищим И всем был должен И мы с Викторией Боялись даже Зайти в молитвенный дом Господи Потому что Мы должны были Всем И нам было Стыдно Господи Ну Ты вывел Нас из той ситуации И дал нам Новую жизнь Точно так Пусть это Помазание Сейчас Перейдет На каждого Я знаю У экрана Телевизоров Господь Сейчас есть люди Которые В очень тяжелом Финансовом положении Помоги им Помоги им Коснись 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 У меня такое ощущение Что У экрана телевизора Есть человек Который уже Очень сильно Устал И вы в безысходности И Это женщина И вы не можете Понять Почему это происходит В вашей жизни Прямо сейчас Прямо сейчас В этот момент Положите руку На себя Я молюсь за вас И я верю Что прямо сейчас Произойдет чудо В финансовой сфере Дорогой Дух Святой Коснись И это проклятие Это конкретно Наведенное проклятие Прямо сейчас Да будет Разрушено Во имя Иисуса Это проклятие Да будет разбито Я разрушаю Наведенное проклятие На нищету На безденежье Прямо сейчас Во имя Иисуса Аллилуйя Левит Прихожу к Тебе я С хвалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна Прихожу к Тебе я С хвалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна Прихожу к Тебе я С хвалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна Прихожу к Тебе я С хвалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна Ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет как Ты И другого нет как Ты И другого нет как Ты Ты велик И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна Ты, любовь, Твоя сильна, всемогущий и святой. Нет богового Тебе.